Мы 160 тысяч сейчас заплатили просто за что? За то, чтобы получить экономическое образование? Так у нас таким же успехом цветмет на экономику поступило в СФУ. Родители недоумевают. Их дети поступали в Институт предпринимательства и международного бизнеса. Теперь же их переводят в два других института. Инженерно-экономический и социального инжиниринга. Больше всего студенты боятся потерять возможность сожироваться за границей, на которую они рассчитывали при поступлении. По их мнению, учащиеся от других подразделений выезжают на учебу гораздо реже. У нас забирают все стажировки. То есть, если у меня было возможно, например, выезжать в Китай, в Чехию, например, или в Америку были обмены, то сейчас их не будет. А амбиции мои кричат во мне. А кто сказал, что стажировок не будет? Ну, это как бы факт, потому что все эти связи есть у прошлого декана нашего института. А сейчас, в данный момент, пришли, так скажем, к власти новый ректорат. Вот кадры с заседания ученого совета, на котором и принималось это решение. Тогда против выступали не только студенты, но и некоторые преподаватели. Родители учащихся опасаются не только изменений в учебных программах. Их смущают и сжатые сроки, в которые проходит расформирование. Документ о реорганизации датирован 24 ноября. А прекратить существование институт предпринимательства и международного бизнеса должен уже с 1 декабря. По закону о реорганизации, то есть обязаны минимум за два месяца предупредить о том, что будет реорганизация. А о том, что 24-го был ученый совета, 1 декабря расформировали вуз, ну это какие-то беспрецедентные нарушения. В самом же учебном учреждении объясняют необходимость реорганизации тем, что в опорном вузе объединились два больших университета – СИБГАУ и СИБГТУ. В результате произошло дублирование их структурных подразделений. Однако на студентах преобразования никак не отразятся, заверяют представители вуза. Заграничные стажировки не исчезнут, а студенты продолжат учиться по своим программам. Да и специальности в дипломах тоже будут указаны те же самые. Есть в нашем университете целое управление, управление международного сотрудничества. Поэтому, соответственно, все сотрудники этого управления, я еще раз повторюсь, высококвалифицированные, имеют большой колоссальный опыт сотрудничества с международными партнерами, с устраиванием сетевого взаимодействия, с обменом преподавателями, причем на международной арене. Кроме того, в университете подчеркивают, что это далеко не первая реорганизация. В результате создания опорного вуза практически все структурные подразделения прошли эту процедуру. И в учебном учреждении уверяют, что в результате ни студенты, ни сотрудники не пострадали. Анна Московских, Александр Ермошенко. Новости.